Приветствую вас на канале ОМЗАП. Сегодня в работе автомобиль Санта-Фе 19-го года. Приехал на плановое ТО, пробег 70 тысяч. Порекомендовали сделать профилактику шлицевого соединения полного привода. Снимаем привод, снимаем угловую передачу. Сняв штатный пыльник и защиту, добрались до раздаточной коробки. И начинаем со снятия карданного валта заднего. Откручиваем верхние болты крепления раздаточной коробки. По устройству все то же самое. Как на предыдущем кузы. Болезнь так же сохранилась? Да, болезнь. Поколение передается, никак они не хотят победить? Здесь машина просто в таком визуально неплохом состоянии. Поэтому пока не видно состояния внутри раздавки. Но по рекомендациям у нас в какой пробег в среднем проходит? Ну 70-100 тысяч. А 70-100? Да. На 100 уже как правило шлицы исчезают. Зависит все от эксплуатации. Если машина ездит по болотам, по грязи. Вся проблема в том, что попадает шлицевое соединение, вода. Начинает коррозировать шлицы. И их потихоньку съедает. Если машина ездит по городу по пробкам, то, как правило, долго живет. При снятии правого привода выяснилось, что он закис ступицы. Сейчас попробуем с помощью пневмозубила его выбить. Так, ну что, и снимаем, собственно, правый привод. Ну и выкручиваем снизу оставшиеся три болта крепления раздаточной коробки. И пытаемся ее вытащить. Также, чтобы ее вытащить, нужно снять опору, чтобы отодвинуть немного двигателя. Чтобы она вылезла. Итак, сняли с автомобиля угловой редуктор. По внешнему осмотру выявлено, что износ совсем незначительный шлицов. Вот, значит, замоем, помажем смазкой и обратно установим. Отличие углового редуктора от предыдущих модификаций, то, что добавили более толстую резиночку, она теперь ставится в паз. Раньше было просто резиночка одевалась. То, что, ну, из-за чего было негерметично и попадала вода. То есть сейчас резиночка более толстая. Видим, что на 70 тысячах сюда вода еще не попала. Вот, поэтому, как бы, видимо, продлится пробег с завода. Но, опять же, это при условии нормальной эксплуатации. Не по болотам, не по грязи. Так, и, значит, на автомобиле здесь также незначительная выработка. То есть достаточно замыть, смазать. Небольшая ржавчина есть на внутренних шлицах, куда вставляется приводной вал сам. Замываем грязь, чистим и смазываем шлицы. Ну, и теперь самое главное. Смазываем шлицы смазкой, чтобы продлить срок службы углового редуктора. Перед установкой правого привода колеса смазываем обязательно пыльник защитный. При снятии возникли трудности с демонтажем правого привода, так как подзакисли шлицы. Поэтому перед установкой смазываем шлицы наружной гранатой медной смазкой. Произведена своевременная профилактика, которая в дальнейшем убережет автовладельца от дорогостоящего ремонта. Спасибо за просмотр. Надеюсь, наше видео было вам полезно. Не забывайте о своевременном обслуживании своего автомобиля. Ждем у нас в автосервисе. До свидания. Продолжение следует...